Библейский портал экзегет.ру представляет Мы переходим к изучению 98-го псалма. Традиционно наши беседы проходят в Московском Сретенском монастыре, в актовом зале Сретенской семинарии. Они записываются и размещаются на портале экзегет.ру. 98-й псалм, как и предыдущие, он начинается словами приветствия Бога как царя. Текст псалма можно разделить на три части, каждая из которых заканчивается одним и тем же припевом святой. 1-й и 3-й стихи говорят о святости Его имени. Свято оно. 4-й и 5-й стихи восхваляют святость Его престола, подножие ног Его. Свят Он. 6-й и 9-й стихи говорят о святости святой горы, на которой Он обитает. И заканчивается псалм расширенным рефреном «Свят Господь Бог наш». Возможно, что упомянутые выше припевы «Свят, свят, свят» произносились хором в ответ на призыв священника или левита к народу превозносить и поклоняться Господу. Слово «святое» таким образом ключевое для окончания всех трех разделов. «Святой» значит «отделенный», «непричастный никакой грязи». Бог свят, поскольку Он и по сущности, и в силу Своей этики не таков, как Его творение. Он непричастен к злу. Пророк Исаия видел Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, а вокруг Него серафимов, вызывающих друг к другу со словами «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна слава Его». Как видно, рядом со словом «святой» у Исаии стоят слова «высокий, превознесенный». По первой части исследуемого нами сегодня псалма Господь также велик, высок. Во второй и третьей части община призывается превозносить Его. Опять же, акцент делается на том, что Он высок, превознесен. Следовательно, автор псалма, следуя традиции пророков, с разных сторон показывает святость Господа через описание Его возвышенного статуса. Рассмотрим детальнее содержание данного текста. Первые стихи псалма начинаются с прославления Бога, восседающего на Херувимах. Херувим с пламенным мечом впервые упоминается в книге Бытия, где он выступает как страж, который охраняет путь к древу жизни у сада Эдемского. По языке Илю Херувимы являются диковинными живыми существами, у которых под крыльями подобие рук человеческих. Херувимы восседают на огромных колесницах или, скорее, даже на колесах, они исполнены очей. Они перемещаются, не отделяясь от своих колес. Между колесницами горят угли. Херувимы исполняют соответствующую роль. Они исполнены знания, они много знающие, и они по повелению Божию помазывают на служение избранных людей и изгоняют с горы Божией, когда Господь это повелевает. Изображения двух золотых херувимов были установлены на крышку ковчега Откровения. Бог обещал Моисею, что важные для Израиля заповеди будет сообщать с крышки, которая над ковчегом Откровения между двух херувимов. Ковчег — это не просто место встречи с Богом во святая святых скинии. Это престол невидимого Бога. Над ковчегом нарицается имя Господа Саваофа, сидящего на херувимах. Итак, во многих местах, когда речь идет о престоле Божьем, на котором Господь восседает, и о перемещении Бога в пространстве, рядом появляются херувимы, которые являются не просто его спутниками, но как бы подножием ног его. Издревле существовали попытки определить, как выглядели эти херувимы. В отсутствии ковчега мы можем пробовать восстанавливать их образ только по описанию Библии. Но в разных местах священного писания мы встречаем разные их изображения. И в книге из Икииля отличается изображение херувимов от того, что мы встречаем в пятикнижии Моисея. Если следовать книге из Икииля, которую в видении своем описывает херувимов, это человекоподобные существа с четырьмя крыльями. Два подняты вверх и касаются друг друга, а два опущены вниз и закрывают тело. У этих херувимов четыре ноги, и они подобны ногам тельца. Они сверкают, как блестящий меч. У них есть четыре руки под каждым из четырех крыльев и четыре лица. Лицо человека, лицо тельца, лицо льва и лицо орла. И возле каждого из них по колесу. Все тело херувимов покрыто глазами. Они летают или по-другому шествуют в пространстве. Возникает вопрос, как на самом деле они выглядели. Для того, чтобы восстановить их образ, обращаются в первую очередь к этимологии слов, к этимологии библейских слов и околобиблейской литературы. Если попробовать исследовать дошедшие до нас арамейские тексты, например, в Талмуде соответствующее выражение говорит о том, что они подобны юноши, то есть они молоды. Некоторые исследователи считают, что слово херувим происходит от другого арамейского корня, который означает пахать, возделывать. И отсюда делается вывод, что херувимы имели подобие тельца. Однако такая точка зрения отвергается, потому что все, что связано было с тельцом, для евреев имело негативные коннотации в связи с изготовлением золотого тельца у горы Синай. Некоторые исследователи пытались провести параллели между греческими текстами и древнееврейским. И в частности, в отношении греческих текстов мы встречаем некий подобный херувиму образ, образ грифона, которые нередко изображались в виде крылатых существ со львиным туловищем, орлиной головой и пылающими глазами. Так или иначе, современные исследователи, обращающие внимание на данные археологи, склоняются к той точке зрения, что корни следовать искать в Ассирии. Поскольку видение Изекииля было на границе 6 века, 7-6 века до Рождества Христова, как раз перед изгнанием в Вавилон, то там где-то в Ассирии, в Вавилоне, нужно искать подобие херувимов. В таком случае видится аналогия между еврейским словом «кируф» ассирийским глаголом «караву» молиться, благословлять. И в таком случае херувим – это некий посредник, который возносит человеческие молитвы к Богу. Слово «благословляющий» «карибу» по утверждению многих ассирологов, которые опираются на клинописные тексты, также обозначают неких быкообразных, крылатых статуй, подобных греческим колоссам, которые ставились у порталов царских дворцов или при въезд в тот или иной город в качестве неких могучих стражей, стражей государства. Такие статуи мы сейчас находим, например, во дворце Саргона в VIII веке дорожества Христова были изображены два таких керуба невероятной величины, между которыми проходили путники, входящие в царский город. Но есть и другие изображения из той же Ассирии, например, на некоторых печатях, которые можно датировать в том числе VII веком дорожества Христова, херуб может изображаться в виде человека с четырьмя крыльями. В христианской традиции издревле было принято изображать херубимов в виде существ с четырьмя крыльями. В сочинениях Псевдо-Дионисия Ариапагита, в частности, в сочинениях о небесной иерархии, мы встречаем такое описание херубима. Наименование же херубимов означает их силу знать и созерцать Бога, способность принимать высший свет и созерцать божественное благолепие при самом первом его проявлении. Мудрое их искусство преподавать и сообщать обильно другим дарованную им самим мудрость. В таком случае в отношении херубима в первую очередь делается акцент на том, что они имеют знания, они все ведущие в мире того, сколько Господь им этих знаний предоставляет. Они имеют мудрость и они выполняют соответствующее служение по несению этой мудрости к людям. На древних иконах, связанных с преподобным Макарием Великим или в алтарях греческих храмов, мы встречаем такие изображения херубимов, крылатых существ, которые нередко в своих руках держат таблички со словами «Свят, свят, свят». В Священном Писании Ветхого Завета херубимы и серафимы выступают как разные существа. Мы меньше можем сказать что-либо о так называемых престолах, господствах, началах и властях, то есть том перечне ангельских сил, которые приводятся у апостола Павла, на основании которого было в последующем христианской традиции выстроена иерархия в девять чинов ангельских. Об этом можно почитать. у Дионисия Арипагита или в толковании на его слова у преподобного Максима Исповедника. Но так или иначе взятый на вооружение описательный образ колес, который в последующем стал ассоциироваться с так называемыми престолами, он все же изначально в Ветхом Завете соотносится с херубимами. Мы не можем сказать, что это был какой-то текущий поток, что это было видение, мираж. Перед нами все-таки предстоят какие-то личностные силы, о которых мы можем только помыслить, но не можем представить. И поэтому разница в описаниях этих существ в разных местах Библии присутствует. Так или иначе писатели говорят нам о их подобии. Они подобны, они похожи. Это нечто вот такое как. Они не пытаются нам дать их точную характеристику. Поэтому вряд ли можно утверждать, что серафимы и херубимы это плазма. Мы не знаем. Это ангельская одушевленная сила, которая имеет свою энергию, свою, скорее всего, личностность. Но как в ангельском мире они сосуществуют с другими типами ангелами и душами человеческими, об этом мы только прикровенно в очень немногочисленных фрагментах Библии узнаем. На основании того, что описания херубимов в пророческих книгах они настолько загадочные, что трудно дать им какую-то характеристику, строится такая достаточно рационалистическая, но многообъясняющая гипотеза о том, что было изначально. В повествованиях Моисея мы встречаем повеление поставить на крышку завета два херубима, которые бы простирали свои крылья над крышкой, и там где-то над крыльями или между ними должен раздаваться голос Господень, направленный к человеку. Отсюда и образ Бога, сидящего на херубимах, потому что этот некий огненный столб, он как бы является, и среды него раздается голос над крышкой завета. Когда ковчег перемещается, это означает, что и перемещается сам Бог. Так мыслят некоторые рациональные исследователи. И отсюда у них возникает следующая траектория мысли, что на самом деле первичными были изготовленные скорее всего из дерева и обложенные золотом на крышке завета херубимы. А все последующие описания у изыки Илья это некие литургические аллюзии на ковчег. Например, огонь между херубимами, о котором мы встречаем из книги изыки Илья. Это тот самый огонь, с которым священник приходит раз в год во святая святых и совершает воскурение пред крышкой завета. Или образ бога ездящего на херубимах это перенесение странствования ковчега по пустыне и так далее. Известно, что Соломон строя храм поставил еще два херубима. Некоторые следователи считают, что это огромные были статуи чуть ли не пятиметровые. которые также были помещены в храм и отсюда если две статуи которые стоят вне ковчега и две статуи которые изображены над ковчегом отсюда и число четыре четыре херубима четыре образа четыре крыла. так или иначе языки который имел очень тесные связи с храмом он очень много описывает в своих пороческих текстах видений храма он пишет как священник который наблюдает за литургической традицией не со стороны а переживает ее изнутри опытным путем и как священнослужитель конца шестого века дождества христова но конца в нашем измерении начала если двигаться ближе к дождеству христово он пишет в районе пятьсот восьмидесятых пятьсот девяностых годов потом потом это видение оно как бы перемещается в Вавилонию и мы можем предположить что и здесь наступает какое-то смешение образов образов характерных для междуречия вот как раз образы символы этих животных икерубов и литургических образах наблюдаемых в храме как бы мы не интерпретили это символически метафорически или историко критически мы до конца не знаем как выглядели эти хирургимы крышка завета не сохранилась и попытки поставить на эту крышку египетских сфинксов есть некоторые исследователи которые считают что хирургимы были подобны египетским сфинксам но мол Моисей был в Египте был научен всей мудрости египетской оттуда он берет какие-то символы и в частности очень важный для него образ сфинкса вот животного с человеческим лицом появляется и на крышке ковчега это все натяжки и в отношении грифона и в отношении керуба ассирийского и сфинкса но хочется здесь поставить три точки загадочные три точки которые конечно могут послужить хорошим поводом для глубоких размышлений для верующего религиоведа если в стольких культурах и в разных странах географически отдаленных друг от друга дипломатически может быть не всегда имеющих тесные связи встречается подобие одного и того же какого-то запредельного человеческому понятию небесного существа может быть за всеми этими образами стоит реальный первообраз который человек пытается как-то мысленно уловить и своей культуре отражает его так как он его может изобразить в подобиях которые он видел на земле но если так тогда с религиоведческой точки зрения с точки зрения верующего религиоведа перед нами не взаимная зависимость и взаимовлияние культур а наоборот свидетельство памятников древности о том что есть иная метафизическая ангельская реальность и сила и существо которое за всеми этими подобиями стоит и выполняет какую-то очень важную значительную функцию для бога какие лошадки были запряжены может тройка коней русских ах три белых коня носят меня вдаль не знаем не знаем вот опасность изображений какие бы они ни были бы ангельских сил заключается в том что мы пытаемся изобразить невидимое и уподобить неуподобляемое сколько не пытались в православной иконографии изобразить эти престола с глазами ну это все какие-то попытки такие не всегда удачные потому что мы же глаза изобразаем в виде человеческих глаз а что мог сам пророк языки называть глазом это большой вопрос поэтому любые попытки притянуть за уши какие-то тексты сказать это очень напоминает чревато ошибками но на что также обращу ваше внимание что мне лично интересно что в предыдущих лекциях мы этого касались бог запрещает служение ангельским силам и мы с вами говорили о том что в некоторых интерпретациях сыны божии это ангельские силы которые называются еще по-другому богами и всего того что эти боги отступили от бога с большой буквы то есть от господа и люди им стали кланяться запрещаются не только служение этим истуканам но и сам культ связан с почитанием этих поднебесных сил но вот что интересно что херувимы они как-то стоят в стороне вполне возможно что когда израильтяне уже стали совершать воскурение на высотах то там они ставили какие-то подобия ангельских сил в виде изваяния но мы не находим на территории Израиля каких-либо подобий херувимов и создают такое впечатление что вне храма им служение в виде поклонения языческого не совершалось после восстановления храма при Зарававеле статуй больших которых делал Соломон уже не было но были сделаны рельефы на стенах храма также херувимы были вышиты на завесе это это одна из немногих сил которые все же вопреки запрету Моисея не делая никакого подобия не того что там внизу под землей не того что наверху на землю все же эти подобия были и с точки зрения православной иконографии это очень сильный аргумент в пользу изображения святых людей на иконах и даже ангельских сил потому что выходит что и в первом и во втором храме изображение ангельских сил херувимов не противоречило запрету Моисея на изображение каких-либо подобий следовательно в сути Моисеева запрета поклонение этим подобиям а не изображение их то есть если эти подобия они используются в храме как намек на Бога как элемент орнамента декора как то что соприсутствует главному в таком случае они как бы не мешают истинному богопочитанию это вот важный аргумент наш в пользу защиты иконопочитания что мы очень четко разводим разделяем поклонение и почитание по преподобному Иоанну Дамаскину в православном почитании икон честь воздаваемая образу восходит к первообразу таким образом мы кланяемся не иконам не изваянием рук человеческих на дереве или на металле на камне а мы глядя на этот образ умом восходит к первообразу и поэтому нам очень важно чтобы на православной иконе было надписание имени этого святого и поскольку как правило в греческой традиции это особенно подчеркивается пишется агиос святой и мы встречаем два слова например святой Макари святой Серафим там святая Екатерина святой Климент слово святой намекает на Бога Климент Екатерина и Макари настолько святы насколько свят Бог насколько Бог их благословил этой святостью и таким образом почитая святого мы в первую очередь почитаем Бога этого человека прославившего у себя своей вечной славой в таком случае мольба перед любой иконой будь то святой Николай или Пресвятая Дева Мария означает что мы в этот момент молимся Богу и молимся Богу опрося о том чтобы тот или иной святой был нашим заступником помощником и ходатаем так или иначе в священном писании ангелы выполняют служебную роль поручения они вестники или стражи в частности Херувим по книге Бытия это страж который охраняет вход в сад Эдемский в книгах царств мы встречаем описание ангелов грозных с пылающим мечом которые истребляют какие-то полчища сирийских войск и так далее и так ангелы как и святые люди с точки зрения нового завета особенно откровения на богослово там такую посредническую роль выполняют святые которые оказались уже на небесах они возносят Господу свои молитвы у престола его мы не знаем почему Бог так все создал так все упорядочил и таки дал поручения тем или иным силам и зачем вообще он нам дает какие-то поручения испытания но следуя этим поручениям мы понимаем что если мы следуем воле Божией то мы становимся лучше приобретаем добродетели становимся мудрее приобретаем некие золы благодать Божию которая нам дает ощущение небесной радости следовательно и в ангельском мире мы можем себе представить что это есть необходимый инструмент для какой-то полезной цели для самих ангелов то есть другими словами понятно что Бог слышит молитвы всегда без какого-либо посредничества но потому в целом у нас есть иерархия и в обществе и в церкви и среди ангельских сил что это имеет соответствующую целесообразность и пользу Бог не есть не устройство но он есть Бог порядка он не создает хаос он создает упорядоченный слаженный гармоничный мир который живет по своим каким-то очень важным иерархическим законам другими словами то что ангелы возносят молитвы нужно не столько наверное самому Богу сколько самим ангелам но вот тут скорее я буду сам больше задавать вопросы чем на них отвечать потому что это тайна вернемся к псалму Бог великий достохвальный и страшный он царь он приводит в трепет земля и народы по данному псалму реагируют на его присутствие так как реагируют обычные подданные трепещут и благоговеют пред могуществом своего царя образ земли который буквально трясется от страха и трепета когда по ней шествует Бог встречается в достаточно древней литургической поэтической традиции Израиля в частности в книге исход мы находим такую цитату когда выходил ты господи от сира когда шел с поля эдомского выходил шел тогда земля тряслась и небо капало и облака проливали воду по-другому дождили горе таяли от лица Господа и даже этот синай от лица Господа Бога Израилева таков синодальный перевод данного текста хотя Бог описан в псалме как великий царь восседающий на Сионе мы понимаем что поклонение ему не похоже на раболепствование перед деспотом или выспрашивание у него подарков тайна отношений с Богом описана здесь символическим языком она выходит за пределы языка человеческой поэзии само имя его свято дивно значит общение с ним не похоже на характер обычных человеческих отношений хотя Бог это запредельная для человека сущность но этот абсолют не стихия природы и не безумный владыка у Бога есть человеческое лицо в кавычках превознесенный царь в могуществе своем любит справедливость он установил равенство я так бы перевел это слово соответствующее из 4 стиха данного псалма слово справедливость встречается в 4 стихе дважды суд суд оно идет в параллель с праведностью кстати в 9 псалме эти же три слова встречаются в такой же последовательности справедливость равенство праведность Господь заботится чтобы был порядок в обществе и в жизни каждого человека чтобы люди не угнетали друг друга и не злоупотребляли властью в том обществе где нет справедливости нет и настоящего Бога только Бог справедливости и милосердия достоин быть превознесен над людьми соответственно если нет у того или иного Бога справедливости и милосердия он не может быть назван Богом с большой буквы видя его в действии люди поклоняются подножию ног его и прославляют его слово подножие может здесь служить намеком либо на храм либо на ковчег заветово святая святых заключительный раздел псалма посвящен особой привилегии народа израильского быть избранным святым у Господа личным уделом Бога взятым из всех народов посредством Моисея Бог вывел Израиль из Египта и заключил с ним заветно Синае Аарон первый и образцовый священник Самуил пример пророка который помазал образцового царя Давида на царство Эти выдающиеся личности Моисей Раон Самуил традиционно считались ходатаями пред Богом от имени народа Когда Моисей входил в Скинию тогда спускался столб облачный и становился у входа в Скинию Когда Господь говорил с Моисеем народ видел стоявший у входа в Скинию столб облачный Автор Псома не пересказывает детали входа и выхода Моисея из Кении Главное что он хочет подчеркнуть если Господь что-то говорил в столбе облачном этому должны повиноваться все как повиновались и хранили его повеления и законы выше упомянутые по именам образцовые праведники Древние израильтяне должны были соблюдать его постановления однако по факту делали это не всегда Псалом 77 подробно рассказывает о том как Бог дал Иакову закон и устав и заповедовал чтобы грядущий род дети которые родятся возлагали надежду на Бога и хранили его заповеди однако они не сохранили завета Божия и отреклись ходить в законе за что постигли детей Иакова многочисленные скорби стих 8 ничего не говорит о бедах и несчастьях народа за отступление от Бога однако грустная тональность повествования ты внимал ты был прощающим в прошедшем числе свидетельствует о том что во время написания псалма Бог таким уже не был поразительно что здесь в описании Бога соседствуют два противоположных на первый взгляд слова Он прощающий буквально поднимающий и в то же время наказывающий буквально мстящий как можно одновременно прощать и мстить за ошибочные поступки спросим себя выходит что прощение не означает беспамятство время прошло и все забылось как будто ничего не случилось нет не так раз ошибочный поступок был совершен значит остались последствия конечно Бог как любящий отец готов в любую минуту принять покаяние блудного сына однако его прощение не означает попустительство греху он оставался верным своему завету с избранным народом но и от народа требовал взаимной верности он долготерпелив и много милостив он прощает вину и преступления но в то же время не оставляют без наказания таким образом Господь был для Израиля Богом который конечно прощает но в то же время призывает к ответу за непослушание в восьмом стихе есть два слова на которые я обращаю внимание по-русски в синодальном переводе они читаются как прощающий и наказывающий две характеристики Бога Бог прощает и наказывает как бы одновременно прощает если мы посмотрим на этимологию слова означает буквально поднимает возводит наказывает здесь в данном контексте употребляется слово которое означает мстить воздавать нам действительно порой очень хочется чтобы мы поплакались Богу в жилетку и он забыл о том что мы совершали а еще лучше было бы чтобы даже не плача с ним в жилетку он просто все забывал и на все закрывал глаза но давайте будем реалистами если мы будучи достаточно злыми существами вряд ли мы можем сказать что наши современники люди мы с вами ангелы вот если мы создали в нашей стране и вообще по всему миру систему наказания ради исправления и это приносит соответствующую пользу или по крайней мере ограничивает человека от совершения повторных преступлений в течение какого-то времени то не присуща ли и богу такая же методология чтобы оградить распространение зла на какое-то время человека сдержать каким-то наказанием можем себя спросить зачем нужна пенитенционная система если человек во время следствия может быть и раскаяться ну например преступник в зале встань сюда искренне скажет положив руку на библии да вот этих 10 женщин которых я изнасиловал убил я вот каюсь я случайно это совершил кто ему поверит ему скажет дорогой тебе по жизни заключение нужно потому что нет никакой гарантии что ты сейчас свершишь 11 преступление а может быть даже и более тяжкое то есть мы понимаем что в этом случае сначала прощение да мы все готовы тебя простить но потом и у нас совершается наказание потому что человек у которого есть склонность козлу у которого зло укореняется в его плоти и крови он не может сам себя сдержать и контролировать в этом случае по отношению к Богу Бог прощает всегда всякого блудного сына всегда каждый раз когда мы к нему обращаемся в молитве он готов нам как любящий отец распределить свои объятия нам дать упитанного тельца чтобы мы повеселились с друзьями кольцо на палец переменить одежду все точно так же но только в евангельской притче который рассказывает спаситель блудный сын однажды после странствования на стороне долечия вернулся и дальше такое впечатление что он больше не уходил на сторону долечия а у нас вот приходит человек на исповедь из раза в раз говорит батюшка а я снова все тоже повторяю и так ему хочется сказать ну как же смотри в притче написано вернулся и больше не возвращался вот как сказал Господь женщине которые застали во грехе он ее простил конечно не осудил он сказал иди и больше не греши это его иди и больше не греши она очень категорична и строгая это означает уже все ни-ни даже помысла в эту сторону не может быть а в нашей реальной жизни не согрешишь не покаешься и каждый день можно на исповедь принимать человека с одним и тем же грехом и иногда бывает когда схватывает такого человека болезнь ну как наказание Божие он приходит и говорит Батюшка какое благое дело я сейчас переживаю я болею подняться скрывать не могу и это ограничивает меня от греха и в этом случае вот это воздаяние наказания оно с точки зрения любящего Бога служит очень сильным целебным средством это не месть в плане того что вот на получил фашист гранату вот некое украшение строптивого или строптивой чтобы немножко придержать пыл умерить страсть помочь человеку излечиться той или иной болезни правда вот это наказание после прощения в православной догматике не равно представлению о чистилище по которому человеку прощается вина в грехе но ему еще нужно пострадать есть некий долг человек должен отстрадать до конца за все то что он согрешил если мы будем сравнивать православное представление о мытарствах с католическим представлением о чистилище мы увидим конечно какие-то похожие образы но это не тождественные вещи в случае православной епитемии наказания прещения какого-то или ограничения каких-то действиях это целебное средство оно распространяется только в пределах этого мира и ровно настолько насколько человек осознает насколько он действительно в этой ситуации способен что-то исправить поскольку на том свете человек не имея тела не может исправить свою участь тогда возникает действительно законный парадокс за что он страдает если это страдание оно его не исправляет он не может восстановить какие-то последствия ну например человек на земле пострадавший за воровство может заработать деньги и вернуть у него есть возможность не просто сказать на словах каюсь а что-то воссоздать сделать и так далее или как было в древности сейчас как-то пореже в древности кающийся преступник например проворовавшийся чиновник уходил в монастырь и плакал до конца дней своих в поте лица трудился чтобы плодами рук своих заработать какие-то средства потом пойти тайно подкинуть в окошко бедным семьям сейчас что-то ни один чиновник не пытается прибежать монастырь и потом в поте лица трудиться воздавая тем людям которых он обкрал от своих рук как каким-то вот воздаянием но по крайней время на земле это возможно но если такой чиновник попадает в чистилище и он хотел бы потрудиться но не может нет тела он уже осознает свой грех он уже давно отплакал все свои грехи до возникает за что он тогда там страдает если невозможно изменение какого-либо статуса нет свободы выбора нет нет свободы воли вот в этом ошибка в отношении представление о мстительности бога и в том насколько далеко она простирается это украшение строптива распространяется в этом мире ровно столько насколько человек имеет тело имеет возможность что-либо исправить не только осознать но и изменить результаты своих действий я подчеркнул в самой беседе о данном псалме о том что моисей араон и самуил действительно выступали ходатами за народ это мы неоднократно встречаем священописание если мол моисей помолится значит у народа все будет хорошо когда моисей поднимает руки горе его там поддерживает за руки тогда побеждает израиль точно тоже мы встречаем и в отношении пророков для сам образ священника который должен быть ходатаем за народ как же это сопоставить со словами нового завета о том что у нас единый ходатай иисус христос он первосвященник будущих благ который один раз вошел в скинью небесную принеся свою жертву и так далее по посланию к евреям мы его считаем первосвященником будущих благ одновременно его жертвой с которой он вошел в небесную скинью то есть со своей кровью вот когда мы говорим по-христиански о ходатайстве пред богом то конечно мы говорим о том что между богом и человечеством есть единый возможный посредник иисус христос потому что это слово воплощенное 2 ипостась строится сам бог который принял человеческую плоть и в антологическом природном смысле мы с богом можем соединить только через тело иисус христа становясь причастником которого по человечеству мы становимся причастниками его святости по божеству в этом случае конечно никакой другой святой он не может быть вместо иисуса христа но в отношении ходатайства как со работничество богу как молитвенной поддержки вот тут у нас и в ветхом и в новом завете есть соответствующая концепция позволяющий нам утверждать что там где двое или трое сын собраны его имя христа там христос посреди них где вся община верующих ветхом завете молится там и бог среди них но она и паче если помолится праведник много поможет молитва праведника богом способе шествуем а это кстати видно и в послание иакова когда мы служим таинство собора вания вот там вспоминаются слова не слова из-за послания иакова болен ли кто из вас пусть призовет при свитере церковные и они сотворят молитву над болящим изникает вопрос а зачем апостол иаков апостол иисуса христа предлагает другим христианам не самим молиться напрямую а позвать священнослужителей чтобы они над болящим помолились апостол иакова как человек еврейской традиции опирается на ту же самую концепцию что если праведник помолится то эта молитва будет более сильная потому что он угодил богу он божий угодник и как бог его слышит в отношении каких-то общенародных нужд то соответственно он его послушает и в области частной когда болеет человек в этом случае и тут конечно уже поставлю точку в своих длинных размышлениях конечно хочется аналогию провести между священнослужителем и праведником что в первую очередь как ветхом и новом завете служители должен быть праведным по образу своему жизни по сути по своим целе устремлением и поэтому конечно я не вправе оспорить ту позицию что любой батюшка если будет молиться то все будет хорошо но конечно многие из нас понимают что если святой батюшка помолится то будет еще лучше следует есть все таки какая-то разница между просто человеком и молитвенником который ведет духовный предельно духовный образ жизни последние слова псалма ибо свят господь бог наш прикликаются соответствующим возглашением диакона или священника в конце православной утренни перед пением хвалитных псалмов как в данном псалме в разных комбинациях трижды повторяется слово свят так и в диалоге диакона с хором господь трижды называется святым после каждой реплики священнослужителя свят господь бог наш яка свят господь бог наш над всеми людьми бог наш хор снова и снова повторяет слова свят господь бог наш безусловно если человек сотворил какой-то грех он всегда может вернуться к богу с покаянием и попросить прощения однако даруемое богом прощение далеко не всегда ведет к автоматическому избавлению от проблем когда древние паломники приходили на святую гору сион поплакаться богу в своих бедах они снова и снова начинали размышлять о том за что пришла им та или иная напасть может быть за то что они сами от бога отступили забыли завет его перед богом трепещет вся земля потому что он требовательный и ревнивый когда требует того необходимость его наказание продолжается до третьего и четвертого рода поэтому его имя не только великое но и страшное бог свят он чист от всякого греха это означает что и от человека он требует не наружной святости мнимого блеска но внутренной чистоты тех же кто этого не замечает иисус христос уподобляет слепцам горе вам книжники фарисеи лицемеры что очищаете внешность чашу и блюда между тем как внутри они полны хищения и неправды фарисей слепой очисти прежде внутренность чаши и блюда чтобы чиста была и внешность их снова и снова сейчас уже в христианские времена размышляя о том за что пришла мне та или иная напасть давайте задумаемся на словами евангелия не получилось ли так что мы снаружи белый а внутри полны окрашенным гробам да действительно постоянно задается вопрос о том насколько слова сказано в ветхом завете имеют место для людей нового завета не отменил ли христос все что сказано в библии ветхого завета должны ли мы обращать внимание только на его спасителя слова и слова апостолов зафиксированных в тексте нового завета была такая поговорка у древних евреев отцы наши ели кислый виноград а у детей оскомина ко христу как-то подошли люди перед ним был слепой он родился слепым и разговор этот о нем был в иерусалиме в городе где люди знали хорошо текст священного писания и как бы с оглядкой на то что дети получают за грехи своих родителей спросили христа кто согрешил он это слепой или родители его а христос отвечает не он согрешил не родители его этим самым он как бы отменяет эту древнюю поговорку отцы наши ели кислый виноград а у детей оскомина каждый человек отвечает за свои собственные поступки дети не отвечают за поступки своих родителей равно как и родители особенно когда детки их уже выросли уже не отвечают за поступки своих детей но здесь хочется поставить три точки в отношении параллелей ветхого завета с новым 70 лет были древние евреи в плену за то что их родители они не сохранили верность богу 40 лет странствовали евреи в пустыне пока не вымерли предки пока не родилось новое поколение готовые вступить в землю обетованную 70 лет страдала россия от атеистического ига но были такие периоды когда мы можем и 40 годами провести параллели и хочется спросить себя а вот этот семидесятилетний плен советский не является аналогией того что бог наказывает до третьего и четвертого рода а как же быть с тем что каждый отвечает за свои собственные поступки не всегда мы можем распознать в чем промысел божий но как-то отчасти приоткрывая завесу этой тайны мы можем предположить что этот период понадобился не потому что дети страдали за грехи своих родителей а потому что надо было чтобы родилось новое поколение не знающие скрытых тайных и укоренившихся древних грехов чтобы пришли свежие чистые люди у которых еще религия не написано на сердце которые воспринимают веру совершенно другой стороны и на этом новом фундаменте можно заново построить восстановить храм божий божий